Я завозил Владимира Федоровича, тем более сегодня день рождения мне, 84 года. Самый старый житель этого хутора. Лидером, 13 лет лидером в районе никто из месяца в месяц не перегонял. И когда вот этот развал пошел в колхоз, в первую очередь ферма номер два ликвидировать команду. И появилась через где-то полгодика первая бочка, которая выжигает уголь. Ну а сейчас там очень много бочек стоит, которые выжигают. Ради детей, ради нашего будущего, пожалуйста, сделайте, чтобы дети не дышали нашим вот этим вот противным воздухом. Это в силах. Есть же законодательство, есть нормы этого. Вот где они живут, где они живут. Вот нам поставят бочку, они говорят, что они бездымные. Бездымные? Где ты живешь? Поставь бочку и выжигай. Но нам хуторы, они не нужны. У нас мы не можем, мы не можем окна открыть, нам приходится закрывать. В том году я свою семью спасла. Именно, именно спасла. Но я, видать, забыла окно закрыть. Просыпаюсь от того, что мне в горле, я дышать не могу. Где-то третий час ночи было. Я просыпаюсь от того, что у меня полный, ну окно открыто, полный, полный дом, ну у меня там две комнаты, полная времянка дыма. Но я быстро, я не знаю, не быстро, я не могу встать вроде. У меня до окна там полтора метра. Я кое-как не могу, сил нету, задыхаюсь, что-то мне в горле вот так стоит. Ну кое-как я встала там, что-то метр, не знаю, метр, двадцать закрыло это окно. Мама у меня старая в другой комнате, а я с сыном малолетним спала. Вот так я в том году спасла свою семью. Площадка стоит от вот этих бочек, ну метров 150-200. Дети на площадке не могут играться, там сидеть, там качели сделали. Вот все из-за этого дыма. Дым такой едкий, ужасный, аж какой-то он... Кремат, не знаю, может, крематория такой, честно говоря, не знаю, ну... Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Вот, вот опять задымели, опять меня, у меня... Я еще с легкими, у меня проблема, у меня и мама осматик. Очень... Когда прохладно еще более-менее, когда жара стоит, не во дворе Нельзя находиться. Жарко дома, но думаешь, во двор там то под навес выйдешь, то или что. Не можешь ни во дворе стоять, даже ни в огород пойти, потому что все вот этот дым, этот едкий. Вот так заходишь в дом, в жару сидишь, окна закроешь. Ну, у кого есть кондиционер, у кого нет, не знаю, у меня его нету. Теперь вот тут цех. Ну, раньше, когда занимался чисто деревообработкой, в принципе, не было проблем таких. Да даже, можно сказать, помощь была от него. Люди были немножко заняты, кто-то работал, кто-то что. А теперь это все стало, видать, невыгодно или что, может быть, они и занимаются. Но основной бизнес сейчас уголь. И этот уголь травит нас весь хутор Дьяков. Каждый день. Вроде бы я живу аж на том конце, но летом это невыносимо.